Китай-Турция, Т-107 реактивная система залпового огня ТИП-63, реактивная установка залпового огня, установкой является буксировки 12 трубка, 107 мм ракетница, вырабатываемой Народной Республики Китай в начале 1960-х годов, а затем экспортируются и изготовлены по всему миру. Хотя ТИП-63 больше не используется в составе действующих пехотных подразделений, ТИП-63 по-прежнему находится на вооружении Народно-освободительной армии в специализированных формированиях, таких как подразделения горной пехоты и отряды специального назначения. ТИП-63 широко использовался в НОАГ до конца 1980-х годов, он был принят на вооружение как преемник типа 55 калибра 102 мм. Китай также разработал 130 мм реактивную систему залпового огня ТИП-63. РП-14 является советскими 140 мм рза аналогичной конструкции с типом 63. 12 стволов пусковой установки расположены в три съемных ряда по четыре в каждом, установленных на односной тележке с резиновыми шинами. ТИП-63 первоначально стрелял ракетой массой 18,8 килограмма. ТИП-63-2 с боеголовкой 1,3 килограмма. Боеприпасы для ТИП-63 были позже улучшены в серии ТИП-75 и ТИП-81, хотя общий вес ракеты остался прежним. Ракетный двигатель содержит фиксированное количество топлива. Ракета в стальном корпусе стабилизируется вращением, которое передается за счет шести расположенных под углом сопел в ее основании. Ракеты ТИП-63 могут запускаться без пусковой установки. Для импровизированной стрельбы могут использоваться трубы, рельсы или даже грунтовые обермы. ТИП-63 распределялся из расчета 6 на пехотный полк или 18 на пехотную дивизию. Для авиадесантных и горных частей был разработан более легкий ТИП-63 и как ТИП-63, так и его копии могут устанавливаться на различные виды бронированных и небронированных машин. Например, МТЛБ, Сафир, Мамбо, РГ-32, Щоут, ГАЗ-66 и М-113.